Добрый вечер, дорогие зрители! Совсем недавно в издательстве «Даниловский благовестник» была опубликована моя книга под названием «Богослужение. Книга для всех, кто приходит в храм». И, посмотрев на эту книгу уже взглядом со стороны, взглядом, можно сказать, читателя, а не писателя, я обнаружил, что первую часть этой книги очень хорошо будет нам с вами прочитать во время наших вечерних бесед. Вся книга эта, «Богослужение», описывает воскресную службу, бессеянношное обдение и божественную литургию. Но к ней, к этой богослужебной части, есть большое такое, как бы, длинное предисловие, после того, что вся первая часть книги. И вот его-то как раз можно прочитать, послушать и обсудить. А книжку саму потом можете купить, она продается в магазинах еще, и я надеюсь, что она будет вам полезна. Само богослужение, еще раз говорю, мы здесь читать не будем, это бесполезно, его надо читать во время службы. А вот введение, почитаем. И вот самое начало введения. Вы входите в храм, кто в первый раз, кто во второй, кто в десятый, кто в двадцатый. Радуетесь сердцем, утешаетесь душой, узнаете много полезного и интересного. Но далеко не скоро храм становится вам родным домом. А для иных он так и остается, чем-то вроде магазина или театра. Давайте поймем, почему так бывает, и исправим дело. У нас любят с теплой нежностью вспоминать былое, да и недаром. Особенно много хорошего говорится о супружестве, о прочности семьи, о воспитании детей. Несмотря на все невзгоды и неурядицы, семья стояла нерушима, и дети уверенно воспринимали доброе наследие предков, прежде всего, христианскую веру. Как это происходило? Вот крест младенчика, шести недель от родного, да, сорока дней. Вот в полтора-два года он уже на собственных ножках ходит по храму. Каждое воскресенье, а тут гораздо чаще, он здесь, с родителями, с бабушками, со старшими братьями, с сестрами, с друзьями и сам по себе. Зачем он приходит в храм? Что он тут делает? Присматривается, прислушивается, привыкает. Глядит на иконы, на роспись стен, на пламя горящих свечей, на сосредоточенные лица молящихся. Подстраивается под мелодии псаломщика или певчика, разбирает, рабдумывает, осмысляет слова молитв, псалтиве, Евангелие. Постепенно, исподбывает, шаг за шагом, год за годом, вбирает в себя и осваивает строй и дух богослужения. Заметьте, нет у него ни телевизора, ни компьютера, ни сотового телефона, не шатается вот тут по торгово-развлекательным центрам, не глазеет на рекламу. А когда учится грамоте, то опять же, чаще всего, по церковным книгам. Православная церковь и ее полномочный представитель, местный приходской храм, остаются для него главным и едва ли не единственным окном в широкий мир за пределами детства. Мир видимый и невидимый. Так проходит 10 лет, или чуть больше, или чуть меньше. И после долгой практики такого рода начинается, собственно, учеба. Священник-законоучитель рассказывает детям-подросткам обо всем том, что и без того им близко и хорошо знакомо, приводит в систему, раскрывает смысл. Религиозное образование строилось на широкой и твердой платформе живого и долговременного практического опыта. Пускай рассказ это был суховат и не во всем доходчив, пускай не каждый священник мог в полной мере раскрыть сердца своих юных учеников навстречу Христу, но яркие, глубокие религиозные впечатления детских лет навсегда остаются в душе нормального человека, складываются в надежную основу здоровой личности и здоровой нации. Вот, дорогие мои, это начало книжки, а дальше мы продолжим ее чтение в следующий раз. Доброй ночи!